Ситуация вокруг Чувашки и Промбанка остается в центре внимания. Всю прошлую неделю шли переговоры и консультации. С вкладчиками встречались члены правительства Чувашии и проводились круглые столы. Отвечал на вопросы жителей и глава республики во время прямой линии на телевидении, на пресс-конференции с журналистами. В субботу к процессу подключились новые участники. Как сказал депутат Анатолий Аксаков, приехал он по многочисленным просьбам вкладчиков. Куда они делись – вопрос. Тот же зал в ДК Ухсая накануне выглядел совсем иначе. В субботу, похоже, немногочисленные зрители собрались, чтобы задать достаточно жесткие вопросы. Ситуация еще в Чувашки и Промбанке была не сегодня и не вчера, как видно из всех выступлений, а год назад. У меня вопрос, почему вы, Анатолий Геннадьевич, не помогли своим землякам раньше, тем же предприятиям ЖКХ, которые хранят там средства, где вы были, не встретились с нами. По балансу активы превышают обязательства банка. Причем на приличную сумму, на 400 миллионов рублей. Поэтому, а все остальное я не могу узнать, потому что есть законы, которые запрещают знать банковскую тайну и в нее влезают. Вообще, слово «почему» было самым употребляемым на этой встрече. Почему вопрос ставится так? Либо банкротство, либо принудительная ликвидация. Почему вопрос не выставляется в том ракурсе, чтобы финансово оздоровить? Те деньги, которые свыше 1,4 миллиона, они получаются заморожены на неопределенный срок. А с этих денег придется платить налог. Нельзя ли на уровне Чувашской республики и на уровне федерального бюджета продумать с налоговой инспекцией этот момент как-то так, чтобы не освободить от уплаты этих налогов, а до разрешения всей ситуации, чтобы приостановили взыскание. Потому что в феврале судебные приставы исполнительные придут взыскивать эти налоги. Хороший вопрос. Честно говоря, я его в первый раз слышу. Самыми незащищенными в этой ситуации оказались предприятия ЖКХ и товарищество собственников жилья, которые на счетах хранили платежи, предназначенные для оплаты коммуналки и проведения капремонта домов. Они свои средства смогут получить лишь в третью очередь. После того, как рассчитаются со всеми вкладчиками банка предпринимателями. 24 января Минфин подготовил проект в Госдуму о том, чтобы включить ТСЖ, садоводческие товарищества, в ту же очередь, где находятся вкладчики и где находятся юридические лица, малый и средний бизнес и ИП. Почему до сих пор этот закон не принят? У меня вопрос. 24 или 21 июня какие-то движения были по этому законопроекту. И опять он отложен. В чем вопрос? Почему мы сейчас остались у разбитого корыта? Пока документ дойдет до голосования, много воды утечет в переносном и прямом смысле. Под удар поставлены простые жители нашего города в области ЖКХ. Эти проблемы накапливаются как снежный ком. То есть уже сегодня нам выставили требования предприятия, ресурсоснабжающие организации. А платить нам нечем. У нас на счетах, то есть счета заблокированы. Единственный, кто предложил действующую на сегодня схему, был председатель правительства Иван Моторин. Есть сложность, да, у вас счета заблокированы, соответственно, там собраны суммы. У вас есть сложности в текущих платежах, да, по крайней мере, текущего месяца. Готовы с администрацией городов собраться, посмотреть, что можно, там, рассрочить, как ты платешь, еще какие-то действия сделать. По этому направлению готовы отработать совместно с Министерством строительства и с администрацией городов. Ну, как я уже сказал, наиболее пострадавшие вот предприятия ЖКХ и управляющие компании ТСЖ. Непростая ситуация в Чувашкредитпромбанке сложилась не за один день. Глава республики, правительство Чувашии неоднократно высказывали в адрес Центробанка России свои опасения по поводу платежной дисциплины. И сейчас, сразу после отзыва лицензии, органы власти оперативно предприняли ряд шагов, чтобы поддержать вкладчиков. Отдельные же депутаты пока дают ни к чему не обязывающие обещания. Вероятно, это поняли и сами вкладчики, большинство которых так и не пришли навстречу.